Россия. История в лицах. Силач из меня так себе. Да ну и ладно. О, привет, дедуя. Привет, Алёша. Гантельки поднимал. Дело хорошее. Хорош ты, хорошее. Да только плохо у меня получается. Вот Витька Селиванов, одноклассник мой, он сто раз такие может отжать. И не устанет. Ну, зато он учится на одни трояки. И весь класс над ним подшучивает. Сила есть, ума не надо. Зря вы так, ребята. Каждого человека Бог награждает по-своему. Да, Витьке вашему не по зубам сложные задачи по физике. Зато в будущем он может быть великий спортсмен. Ну и что? Спорт это же не серьезно. Ну так, игра, развлечение. Не соглашусь. Физическая сила – великая вещь, когда применяется во благо. Если хочешь в этом убедиться, я расскажу тебе об одном славном борце – Иване Поддубном. Рассказ об этом богатыре хочется начать как сказку. Жил да был в степной украинской глубинке в селе Красеновка работящий мужик-хлебороб Максим Поддубный. На все близлежащие села славился он неслыханной силой. Беда, беда! Расходись, бабы! Расходись, мужики, по-добру, по-здорову! Ты чего обложишь, Семен? Соседей пугаешь! Ой, Максим Иваныч, беда, беда! Бык мой, совсем спятил! Привязь разорвал я к нитку, по селу бегает, глаза краснющие, в трех дворах заборы поломал. Прячься, Иваныч, вот уж он по большаку бежит! О! Ха-ха-ха! Я щасам сусить, коли тебе надо! А я побачу на твою скотинку! Ха-ха-ха! Ну шо, рогатый, подходи! Не бой! Сонька, отговори своего батку! Коли жизнь его тебе дорога, я своего быка знаю! Шутить с ним не треба! А я батю своего знаю! С ним тоже шутки плохи! Вон, глядите! За рога взял, да на дорогу повалил! Ай да, батька! Зови мужиков, Семен! Ноги теленку твоему свяжите, и я пакеты его подержу! Куда, песенок? Смирно! Лежи! Было у Максима Ивановича семеро детей. Все крепкие, дородные. Но самый могучий был старший сын, Иван. Шутки ради вызывал он на борьбу с десяток сверстников, да не по одному, а гурьбой. И ребята, что мешки с соломой, разлетались от его бросков по сторонам. Вскоре Иван простился с родными и отправился в южные приморские города искать работу. Работа, конечно, нашлась. И стал Иван по четырнадцать часов в день разгружать трюмы, набитые пузатыми бочками, неподъемными мешками. Работал и сам наслаждался своей сказочной силой. Но вот однажды, гуляя по Феодосии, он увидел яркую афишу. Господа хорошие, ваш город прибыл лучше цирка от потопа до наших дней, от Европы до Монгольских степей. Не проживайте великое удовольствие. Сегодня в программе величайшие атлеты. Покупайте билеты. Борцы готовы сразиться с любым зрителем. И если тот выйдет победителем, убедитесь сами, он не уйдет с пустыми руками. Эй, хлопчик, чего разголосился? Передохни трошки. Радулю, бай, что с борцами вашими помериться силой можно. Чистейший, правда? Наши ребятки кого хошь положат на лопатки. Это мы побачим. В те времена, а это был конец девятнадцатого века, состязания борцов чаще всего проходили в цирке. И подобный явился в цирк, совершенно уверенный, что сможет победить любого атлета. Но к своим друзьям-портовым грузчикам он вернулся побежденным. Что, Иван Великан, унылый плетешься? Не по душе пришлось представление? Ах, намяли они мне бока окаянные. Дюжа добро всыпали. Вызвался я, против одного. Походил вокруг, пощупал лигой ковроди и не шибко силен. А он, друг, хватит меня под руку, и я, гляди ты, уш на ковре. Ах, оно понятно. Сила в тебе, Ванька, великая, да ведь ее обуздать надо. Сила и у быка есть. А ты сам нашим ребятам рассказывал, что батьк твой быка клал? А почему клал? Потому что умеючи, с подходом дело делал. Так и борьба. В ней особая мудрость нужна. Особая, понимаешь, стратегия. Поражение раззадорило Поддубного. Он стал часто наведываться в цирк. Наблюдал за борцами, усваивал их приемы. Богатырская сила в соединении со смекалкой дала потрясающий результат. Настал день, когда Иван Поддубный одного за другим бросил на ковер всех борцов цирка. Вскоре он получил приглашение в известный цирк в Севастополе, где продолжилась череда его великих побед. Но непростой оказалась цирковая жизнь. Иван Максимович, вы были великолепны. Позвольте пожать вам руку, а я и пустите же медведь. Не так сильно. Ненароком я. Силу не рассчитал. Я имею к вам деликатный разговор. Да. Завтра вы подвалитесь под борца, Матюшенька. Что значит? Подвалюсь. Я дам вам знак. Ага. И вы должны будете полететь на лопатки. Пускай положат. Тогда и полечу. Но здесь главный не вы. Здесь главный я. Нехай положит, если сможет. Точка. Пшел вон. Глупый медведь. Я ставлю тебе без куска хлеба. Никакие угрозы не пугали честного борца Поддубного. Он уже пользовался всероссийским признанием. Иван Великий, Иван Железный, так называли его. И вот в 1903 году непобедимый русский атлет отправляется в Париж на международный турнир, где 50 тяжеловесов оспаривали титул чемпиона мира. Дамы и господа, схватка века! Любимец парижской публики Рауль де Буше! С ним рискнет сразиться неукротимый русский медведь, одержавший на чемпионате уже 13 побед подряд. Иван Поддубный! Не посрамлю тебя, Батька. Схватка началась. Но странное дело. Француз, словно змея, с легкостью выскальзывал у него из рук. Иван Максимович почуял неладное и поднял руку, обращаясь к судьям. Неправда ваша! Француз маслом намазан, скользит! Снять его надо с чемпионата, шельму такую! Потрогав кожу Рауля де Буше, судьи убедились, что она и впрямь масляниста. Однако было принято решение продолжить схватку, и как ни старался Поддубный ухватить француза, тот продолжал выскальзывать у него из рук. Дамы и господа! По итогам схватки судейская коллегия присуждает победу Раулю де Буше за красивые и умелые уходы от острых приемов противника. Что же ты не протестуешь Поддубный, шельмовой отцуги? Знаю, а только протестовать не буду. Время само покажет, чья правда. Поживем, побачим. И время показало. Уже на следующем чемпионате наш борец не оставил французу, да и другим соперникам никаких шансов. В дальнейшем он принес своей стране еще много великих побед и получил звание, которого никто не носил до него. Чемпион чемпионов. И долго оставался он чемпионом. Поддубный сошел с борцовского ковра в возрасте 70 лет. Во время Великой Отечественной войны город Ейск, где Поддубный прожил свои последние годы, оккупировали фашисты. Однажды к пожилому атлету подошел немецкий офицер. О, так это и есть русский шелестный поэт Иван Поддубный. Вижу, силы уже не те. Как говорят у вас в России, холод не тетка. Что же, Иван, поехали в Германию. Будешь тренировать германский атлет. Высокое положение, теньки, почет. Забудешь о холоде и холоде. Я русский боец. Таким и останусь до конца. Некуда мне отсюда уезжать. Нехай и помру здесь с голоду. О, старый глупый медведь. А что это у тебя на крути? Это орден, которым меня наградила моя страна за мои заслуги. Я им горжусь. О, ты не должен носить этот русский значок. А ты попробуй с ними. Но, 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 потише, старик. Я ухожу. Все, рафнув вам скоро конец. Не дождетесь. Иван Максимович дожил до победы и умер в 77 лет. Предки его доживали до ста и больше. Но здоровье Ивана Максимовича подорвали военные и послевоенные годы. Голод одолевал настолько, что великому борцу приходилось менять свои медали на хлеб. Он умер, и могила его долго оставалась в запустении. Но время, хоть и с большим порой опозданием, восстанавливает справедливость. Сегодня на черном надгробном камне в городе Ейске можно прочесть гордые и правдивые слова. Здесь русский богатырь лежит. Субтитры создавал DimaTorzok